Всем привет! Вот и второй выпуск передачи в гостях у Тайны. Сегодня он называется «Загадка Кисляжди». Мне очень нравится странное предание о Петре и Февронии Муромских. Про него обычно знают разве что жители самого славного города Мурома, да верующие. И то в осовремененном, переработанном виде. Вообще существуют народные предания об этом и одноименная повесть, написанная на старославянском языке. И если в устах народа эта необычайная история по прошествии веков утихла, сгладилась, то, будучи в давнее время записанной, дошла до нас со множеством подробностей. Время создания повести и кем был ее сочинитель вопрос очень спорный, хотя чаще всего можно услышать, что где написал ее в 16 веке Ермолай, а в монашестве Эразм, который был священником поначалу в Пскове, а затем в Москве, где служил в соборе Спаса на Бару. И войдя в свиту митрополита Макария, написал по его заказу житие муромских святых Петра и Февронии. И вот, дескать, попал из-за повести в опалу. Как бы ни было, повесть написана много веков назад, а местные муромские святые, супружеская чета Петр и Феврония, были канонизированы в 1547 году на Московском церковном соборе, хотя так и не попали в известные повременные жития святых, чете и менеи. Почему же это? Ведь жития святых насыщены разными чудесами. Что же такого особенного сокрыто в повести о Петре и Февронии? Отмечу, что летописи, основные герои которых обычно князья, а Петр и Феврония были князем и княгиней, так вот летописи о них молчат. Ученые пытаются сопоставить Петра с какими-то летописными князьями, например с Давыдом Юрьевичем, правившим Муромом с 1203 по 1228 год. Но я выношу этот вопрос за пределы передачи. Давыд Юрьевич носил мирское имя Давыд, а в муромских синодиках 17-18 веков упоминается следующее. Князь Петр во иноцех Давыд, княгиня Феврония во иноцех Ефросиния. Стало быть, Давыд Муромский это не Петр. Я придерживаюсь мнения, что упомянутые в повести князья Петр и Павел действительно существовали под такими именами, однако летопись их умолчала, как умалчивают летописи многое из такого, что было нежелательно донести до потомков. Примечательно, что Иван Грозный, когда шел походом на Казань, посетил Муром, чтобы поклониться сродникам своим, Петру и Февронии. Следовательно, считал Петра своим родственником. Я понимаю, что мое вступление затянулось, вы верно ждете, когда я начну рассказывать повесть, одновременно показывая ее в каком-то необычном ракурсе, однако не будем спешить. Надо было сначала разобраться, когда произошли описываемые события. В другой повести о Василии Епископе Казанском и Муромском говорится следующее. По представлению же святаго благоверного князя Константина с чады, многим летом минувшим и по запустению града Муром от неверных людей и после благоверного князя Петра и благоверной княгини Февронии, така же многим летом мимошедшим, прииди из Киева в Муром благоверный князь Георгий Ярославич и постави себе двор в Муроме. Така же и боляри его, и все купцы муромстии. Согласно летописям и общепринятой хронологии, этот киевлянин Георгий Ярославич княжил в Муроме в 1345-54 годах. А раз он пришел в Муром уже после смерти Петра и Февронии, то княжине последних следует отнести ко времени предшествующему Георгию Ярославичу. Но вернемся к повести. Для осмысленного ее чтения надо еще немного подготовиться и ответить на вопрос, кого на Руси называли змеями. Кто такие змеи народных преданий и болин? Каковы их свойства? После принятия христианства змеями стали называть существ, так или иначе связанных с паганством. Паганство – это давнее самоназвание язычества. А христианами слово «змей» употреблялось наравне со словами «бес» или «черт». Проведу параллель. Например, в историческом прошлом Ирландии, отраженном в многочисленных хрониках и генеалогических деревьях, встречаются такие народы, как Фомойри и Туаха де Данан. И после странного их исхода представители сих народов стали собирательно именовать фейри или эльфами. Подобным образом некий могущественный народ, с которым могли воевать только богатыри, на славянской почве стали называть змеями. Именно с такими змеями воюют в былинах, где змеи зачастую вполне человекоподобны, скачут на лошадях, крутят шуры-муры с человеческими девами и тому подобное. Знаменитый змей Горынич вовсе не дракон, но небольшого роста человекоподобное существо, чье место обитания связывалось народом с горой. Горынич – это от слова «гора», а не «гореть». Потому что былинные змеи обитали, кроме прочего, в горах Сорочинских, близ Пучай-реки, что сопоставимо с Киевской речкой Почайной и цепью холмов над Оной. Цепью, что слывет Кирилловскими высотами. И где поныне находится та самая легендарная Змеева пещера, из которой Никита Кожемяка освобождал плененную змеем дочь князя, равно как подобный подвиг приписывался былинами богатырю Добрини Никитичу. Эта пещера, что как бы вертикальной спиралью ввинчивается в один из склонов Балашова-Оврага на Смородинском спуске, лежит в урочище Загоровщина, известном по мрачному делу Бейлиса, где работник кирпичного завода Зайцева, Менахем Бейлис, обвинялся в ритуальном убийстве мальчика Андрея Ющинского, чье тело было обнаружено в одной из многочисленных тамочных пещер. Что до Змеевой или Смородинской пещеры, то это старейшая из рукотворных пещер Европы. Ученые считают, что ее выкопали в суглинке по меньшей мере в четвертом тысячелетии до нашей эры. Близлежащая местность имеет статус объекта культурного наследия, однако поджимается строительством, а поверх самого хода пещеры велосипедисты устроили трамплин. В последние годы вход в пещеру и внутренний шкурник, ведший в последнюю комнату, были раскопаны. Нарушился микроклимат пещеры, стали еще более обваливаться стены и разрушаться граффити. В этой пещере, как и в зверенецких киевских пещерах, до их приспособлений для паломников, удивляют прежде всего размеры. Там все как бы заточено для существ маленького роста. Коридоры, в которых надо передвигаться на четвереньках, маленькие лавки по бокам и так далее. Летом 1917 года мне довелось пообщаться со знакомой археолога Александра Авагиана, который проводил раскопки этой пещеры в 1981 году. Авагиан на других раскопках был зарублен в 1988 году топором. Так вот, в разговорах со знакомой, еще тогда, в начале 80-х, Авагиан, высказывая предположения о создателях пещер, употреблял слово «эльфы». Это показалось мне очень значимым, ибо я пришел к тому же выводу еще до получения этих сведений про мнение Авагиана. И странно, в 80-е, почему именно эльфы, а не, допустим, более ходившие тогда слова вроде «гномы», «карлики», «лилипуты»? Интересно, что-нибудь на видео снимал эту пещеру? Не факт. Сидение вроде тут. Оборудование, ну, как вот в лаверских пещерах, знаешь, слева, справа, разные такие шкупаны. Так и да. Главное, не потерять мобилки. Моя снаружи. Моя в карманах. Кстати, по-моему, тут немножко расширили. Здесь нужно раньше было ползти. У меня просто в мобилке дополнительный фонарик. Размеры этой пещеры убежали меня в том, что она выкопана для очень маленьких существ. Но вернемся к змеям. Если в Ирландии часть представителей эльфийских народов была обожествлена людьми, подобное же, скорее всего, произошло и в славянском мире относительно местных представителей подобных народов. Вот посмотрите, как выглядит киевский идол Перуна на миниатюре из Радзивилловской летописи. Это не один из тех похожих на бревна идолов, которых нам рисуют современные художники. Нет, это изящная статуя небольшого существа, возможно, деревянная, как, допустим, в Древней Греции. Священные статуи также вырезались из дерева. В одном из списков слова о том, как укрестись Владимир, возьмя корсунь, Владимир говорит о низвергнутом с горы идоле Перуна. Аще где пристанет Аполлон, и вы его отгеиваете от берега. То есть, где Аполлон пристанет, там его отталкивать от берега. То есть, Аполлоном Владимир называет Перуна. Примечательно, что в греческих мифах вместо Аполлона порой используется другое имя. Паян. Пайон, либо Паеон. Что звучит совсем уж как Перун. Паеон. Перун. Однако, в древнегреческой литературе Аполлон и Паеон иногда разделяются на двух разных богов. В позднейших источниках Паеон бывает, приравниваясь уже не к Аполлону, а к богу-целителю Асклепию. Одно из свойств Аполлона также – целительство. Это пища для размышлений. Позже, с видением христианства, Перуна, как и других поганских богов, стали именовать бесами, чертями. Урочище чертова беремеща в Киеве лежит прямо под местом, где прежде стояли идолы Перуна и других божеств. А согласно летописи, низверженный идол Перуна приплыл из Киев на остров Перуня-Рейн, что ниже порогов Днепровских. Вот процитирую летопись, там где люди князя, они отталкивают идола от берегов и пропускают его плыть все дальше и дальше по течению. Они же повеленные створиши. То есть слуги Владимира они сотворили так, как им повелели. Яко пустише и пройдей сквозь пороги, извержей и ветрен на Рейн, и оттоле прослу Перуня-Рейн или Рынь. Яко же и до сего дня словеть. До сего дня уже не словет. Со времен Нестора много воды утекло, а остров Перун, что в 30 километрах выше Запорожья, затоплен водохранилищем. И на этом острове по 20 век существовала змеевая пещера, связанная местным преданиям и с Перуном, и с огненным змеем, обитавшим в ней. Огненный змей – частый гость народных рассказов, так же, как и частый гость вдов, хотя и не только их. Огненный змей – существо сложное. Когда оно летит, то выглядит по-разному, то коромыслом. То неким искорящимся объектом. И когда он приземляется, то складывает некие крылья и входит в дом уже человеком, зачастую выглядящим, например, как покойный муж вдовы. Посещают змеи и мужчин, и по народной молве платят тем деньги за то, что из года в год берут у них из пальца кровь. А женщин, огненные змеи, посещают не любовных у тех ради, но чтобы сосать у них левую грудь. Так, во всяком случае, рассказывали крестьяне собирателям фольклора. Тема двойников в связи с огненными змеями очень любопытна. Мы знаем, что змеями называли языческих богов. Греческие боги – Зевс и его многочисленные родственники – тоже языческие боги. Давайте откроем гомеровскую Илиаду в переводе Викентия Вересаева, в месте, где Ирида, богиня радуги, приносит весть от Зевса. Вестницей втрою пришла от эгида державного Зевса с грозную вестью Ирида, по скорости сходная с ветром. Перед дверями приама кипела речами собрание. Тесной толпой молодые и старые вместе стояли. Близко представ, ветроногой к ним обратилась Ирида, голос принявший Полита, приамого сына, который в тайном дозоре сидел, полагаясь на быстрые ноги на высочайшем могильном холме старшины Эсиета, и дожидался, когда от судов устремятся ахейцы. Вид, принявший его, обратилась Ирида к приаму. О, старик, всегда тебе милы ненужные речи, так же, как в мирные дни. Что же, Ирида принимает вид Полита, сына приама. Ириду, следуя христианской традиции, также можно назвать змеей, ведь Ирида языческая богиня радуги у греков. Славянская повесть о Петре и Февронии сходна и с народными рассказами об огненных змеях, и с Илиадой, а с последней в том, что змей в образе двойника посещает лис из высшего эшелона власти. Здесь я начну пересказывать одну из самых удивительных историй задокументированного соприкосновения человечества с иным. Повесть о Петре и Февронии написана на старославянском языке, но я перескажу ее современным русским языком, впрочем, приближаясь к подлиннику, да и обращаясь к подлиннику в некоторых случаях. Также потом мы отвлечемся к вариантам этого предания, отраженным в народных рассказах. Что же, как сказал летописец Нестор, все начнем повесть сию. Был в русской земле град, нарицаемый Муром. В нем самодерствовал благоверный князь, как говорят, именем Павел. А искренне, не желавший добра роду человеческому, дьявол подослал неприязненного летящего змея к жене князя того на блуд. Отвлечемся немного и рассудим. В отличие от посещений крестьянских вдов, этот змей посещает княгиню для блуда. А значит, от змея мог родиться ребенок, который стал бы полукровкой. Таким полукровком был, например, богатырь Вольга, у которого отец был тоже змеем. Но продолжим. Змей этот являлся жене князя в своем истинном обличии. Повесть умалчивает, в каком именно. Но приходящим людям казалось, якоже князь сам сидящий с женой своею. Так продолжалось некоторое время. Княгиня этого не скрыла и поведала мужу, что происходит. Князь стал размышлять, как справиться со змием. Однако не мог сообразить. Сказал жене, мол, не знаю, чем его взять, как убить. И попросил, если змей будет с тобой разговаривать, ты спроси с лестью. Знает ли он, как умрет, от чего? Княгиня согласилась и следующее посещение ее змеем стало выведывать. Вот ты змей так много знаешь, а ведаешь ли кончину свою, какова будет и от чего? На что змея ответила, смерть моя есть от Петрова плеча, от Агрикова меча. Позже княгиня передала эти слова князю Павлу. А у Павла был брат Петр, тоже князь. Павел позвал его и рассказал про змея и его слова. Петр задумался, как убить змея, где добыть этот Агриков меч. У Петра была привычка в одиночку ходить по церквям. И была вне града, то есть вне крепостной стены, окружавшей горло. Вообще, в старину под градом подразумевались постройки внутри крепостной стены, городской. Поэтому и град. Город, град, то, что ограждено. И вот была вне града церковь в женском монастыре воздвижения честного креста. Петр пришел туда помолиться, и ему явился отрок. Отмечу, что отроками считались дети от 7 до 14 лет. Возможно, называя посланника отроком, сочинитель повести указывает на его малый рост. Но вообще, в околохристианской литературе старинной, когда является отрок, то он, вероятно, отождествляется с ангелом. Но прямое такое отождествление не прослеживается. Просто пишет, отрок. Но вернемся к повести. Чудесный сей отрок, сказал Петру. Княже, хочешь ли, да покажу тебе агриков меч? Петр согласился. Отрок позвал. Иди, восслед мне. И показал ему в алтарной стене между плитами углубления, а там лежал меч. Петр взял меч, пошел к брату, все ему рассказал, и стал выжидать, когда появится возможность убить змея. Каждый день Петр ходил к брату и снохе выразить почтение. На поклонение, как пишет давний сочинитель. И вот приходит как-то Петр в хромину к брату. Хромина – это хоромы, дом, где живут. От брата из его хором отправился Петр в хоромы к снохе и видит брата там. В подлиннике так. И видев у нее сидящего брата своего. В замешательстве Петр покинул хоромы княгине и пошел прочь. А по пути встретил княжего человека и сказал ему. Вышел я от брата моего к снохе, и не понимаю, как это брат раньше меня там оказался. А человек ему отвечает. Господин, да брат хоромы свои после твоего ухода и не покидал. Петр понял, что один из братьев не брат, а змей. И поспешил в хоромы к брату, не к снохе. Застав, вроде бы Павла, одного, Петр сказал ему. Когда это ты вернулся? Я же от тебя вышел сразу без промедления, отправился к снохе в хромину и увидел там с ней тебя. И удивляюсь, как это ты передо мной успел. Павел ответил. Никако же, братья, из храма сего по твоем отшествии не изыдох, и у жены своей никак же бых. Никак я, брат, из хором всех по уходу твоему не выходил, и у жены своей никоим образом не был. На что Петр сказал. Се есть, братья, пронырство лукавого змия. И попросил Павла не покидать более хором, а сам он, Петр, отправился сражаться со змием. Ныне убо, братья, отсюда никак уже иди. Аз же там уиду братися, то есть сражаться со змием. Да не к ли божию помощи убиен, да будет лукавый сей змей. И взем меч, нарицаемый агриков, и приедев храмину к сносе своей, и види змия зараком аки брата си, и твердо уверися, яко несть брат его, но прелестный зми, и удари его мечом. Змей же явися, яко вжибяший естеством, то бишь змей явился в истинном облике, и нача трепетатися, и бысть мертв, окропи блаженного князя Петра кровью своею. Умирая, змей обрызгал Петра своей кровью. И тут начинается новый поворот сюжета. Петр от крови той покрылся струпьями, по телу пошли язвы, и он тяжело заболел. Он стал искать помощи у многих врачей, но никто не мог ему помочь. Затем Петр узнал, что земля рязанская славна своими врачами, и повелел себя везти туда, ибо сам не мог уже держаться в седле. Прибыв на Рязанщину, отправил свиту на поиски лекарей. Один из искателей юноша забрел весь под названием Ласково, и подошел к воротам некоего дома, и не увидел никого. И, войдя во двор, не встретил никого, и только в храмине узорел видение чудное. Сидит девица, ткет пряжу, а перед ней скачет заяц. Девица сказала, нелепо есть быти дома без ушия и храму безоочия. Юноша же той, невнят в ум глагол тех, речек девице, где есть человек мужеско полу, и же здесь живет. Она же речи. Отец и мать моя, поедоша взаем плакати. Брат же мой идет через ноги в навизрете. Далее девица, а ею, как вы догадались, была Феврония, поясняет неразумному юноше свои иносказания. Вот что означало, например, нелепо есть быти дома без ушия и храму без очия. Сего ли неразумейши, прииди в дом сии, и в храмину мою в ниди, и види в мя сидящую простоте. Аще бы был в дому наипес, и чув тя к дому приходящая. Лаял бы на тя, се бо есть дому уши. И аще бы было в храмине моей отрача, и види в тя к храмине приходящая. Сказала бы ми, се бо есть храму очи. И ежи сказах ти про отца и матерь и про брата, яка отец мои и мати моя и доша взаем плакати, шли бо суть на погребение мертвого, и там плачут. Егда же по них смерть прийдет, и не по них учнут плакати, сесть заимованный плач. Про брата же ти глаголах, яка отец мои и брат древолазцы суть, в лесе бо мед от древия вземлють. Брат же мои ныне на таково дело и де, и яка же лезьте на дерево в высоту, через ноги зретье к земли, мысля абы не урватися с высоты. И так, оказывается, никого больше нет дома, некому было предупредить девицу о гости. Был бы пес, то есть дому уши, он бы залаял, был бы отрок, он бы увидел, все бо есть храму очи. Тут я несколько переделываю по ходу повесть, приспосабливаю к современному восприятию, потому что раньше домом называли то, что сейчас двор, хозяйство целиком, а жилой дом назывался храмом или храмины, хоромами. Домом же считалось все внутри ограды, за воротами, внутри ворот. Слово дом произошло от дым, раньше для налогообложения считали по дымам, обжитым дворам. Отец и мать Февронии пошли на чужие похороны плакать, вот их и нет дома, равно как и брата. Отец и брат древолазцы, вот почему брат же мой идет через ноги в наве зреть. Когда брат лезет на дерево, то смотрит вниз, думая, как бы не упасть и не умереть. Слово наве означает мертвый. Немного отвлекусь в сторону. Была в старину такая профессия. Древолазцы, они же бортники. Они лазали по деревьям и собирали дикий мед. Были особые угодья для сего промысла. Борти. Подробно можете почитать у Ивана Прыжова в книжке «История кабаков в России». Про Прыжова и его книгу я узнал из одного романа замечательного советского прозаика Юрия Трифонова. Захотелось почитать Прыжова. Советую и вам. Про работу же Бортников Павел Иовий в 1537 году рассказывает следующее. Даю цитату по Прыжову же. В дремучих лесах и рощах ветви дерев часто бывают усеяны роями пчел, которых вовсе не нужно собирать звуками рожка. В дуплах нередко находят множество больших сотов старого меду, оставленного пчелами. И так как поселяние не успевают осмотреть каждое дерево, то весьма часто встречаются пни чрезвычайной толщины, наполненные медом. Веселый и остроумный посол Димитрий рассказывал нам для смеха, как крестьянин, опустившись в дупло огромного дерева, увяз в меду по самое горло. Тщетно ожидая помощи в уединенном лесу, он в продолжении двух дней питался медом и, наконец, удивительным образом выведен был из всего отчаянного положения медведем, который, подобно людям, будучи лаком да меду, спустился задними ногами в то же дупло. Поселянин схватил его руками сзади и закричал так громко, что испуганный медведь поспешно выскочил из дупла и вытащил его вместе с собою. Я же вернусь ко встрече княжевого посланника и Февронии. Юноша поразился мудрости Февронии и рассказал ей о больном князе Петре. Феврония ответила, что пусть приведет князя к ней, и если тот будет мягкосерд и смирен в ответах, да будет здрав. Когда же князь Петр прибыл к Февронии, условия ее несколько изменились. Если не возьмет в жены, то врачевать она не будет. Петр возмутился. Како, князю сущу, древолазца, дщи, паяте себе жену. То есть, как это он, князь, возьмет себе в жены дочь древолазца. Общение между ними происходило почему-то через послов, не напрямую. Петр послал к Февронии такой ответ. Пусть, если умеет, то лечит. Ежели вылечит, возьму в жены. Далее цитирую. Феврония взяла сосудец мал и зачерпнула в него кисляжди своей. Слово кисляжд или кисляждя остается для меня загадкой. Его переводят только к закваску, только к кислоту. Я же не знаю, что такое кисляждь и просто говорю его как есть. Затем Феврония дунула на сосудец и сказала. Да учредять князю вашему баню и да помазует сим по телу своему. Иде же суть струпы и язвы. И един струп да оставить не помазан и будет здрав. Люди князя отнесли к Петру кисляждь и стали готовить баню. Между тем Петр соревнуется с Февронией в мудрости, опять-таки через слугу. Скоротав так время, Петр отправился в баню и намазал кисляждью струпе, оставив один не помазанным, как было сказано Февронии. Чувствуя облегчение, он покинул баню, а наутро же, узрев си, все тело здраво и гладко, разве единого струпа, ежебе не помазан по повелению девичью и дивляшися скорому исцелению. Но не восхоте паять ее жены себе отечество и я ради и послав к ней дары, она неприят. Не захотел, стало быть, взять ее в жены себе из-за отца ее и послав взамен дары, а она не приняла их. Князь же Петр поехал в отчину свою град Муром, здравствуяй. На нем же бе не помазан един струп повелением девичьим. И от того струпа начавши многие струпы расходитися на теле его от первого дни, он же поехал в отчину свою. То есть с первого же дня, как князь поехал на отчизну свою, от того не помазанного одного струпа снова начали размножаться, распространяться новые струпи. И бысть паки весь оструплен многими струпы и язвами, яко же и первие. То есть, как и сперва, стал он снова покрыт многими струпьями и язвами. Петр вернулся к Февронии и снова послал к ней слуг, прося врачевания. Феврония же выдвинула прежнее свое условие. Аще будет ми супружник, да будет уврачован. Он же с твердостью слова даст ей, яко и мать паять ее жену себе. Слово «ю» означает «её». Феврония снова дала ему кисляжить, Петр исцелился и женился на Февронии. Так она стала княгиней. И Петр с Февронии отправляются в Муром, живут там. Вскоре князь Павел умирает. Надо полагать, у него не было потомка наследника, поскольку самодержцем теперь становится Петр. Княгиню же Февронию боляре не любили из-за ее происхождения. Если князь правил боярами, то Феврония их женами. И бояре списывали свое недовольство ею на жен. Поднялся эдакий боярский бунт. Бояре требовали, чтобы Феврония отступилась от князя, взяв в себя богатство. Феврония, однако, не соглашалась. Не для того она кисляжье Петра врачевала. Князь же Петр, согласно сочинителю, не мог нарушить церковный брак. Пожалуй, вот только с этого места повести начинается ее христианская составляющая. До этого она была исключительно светская и, если угодно, фантастическая. Хотя я не воспринимаю ее как фантастическую. Затем Петр и Феврония бегут из Мурома от недовольства бояр. Во время их изгнания, что ли, пребывания вне града, в Муроме происходит междоусобица. После чего Петра с Феврония просят вернуться, те принимают власть обратно. В одном абзаце сочинитель рисует далее картину процветания Мурома по добрым княжиням Петра и Февронии. И далее повествует, что на склоне лет оба умолили бога умереть одновременно. Поэтому князь и княгиня завещали похоронить себя в общем гробу, для чего в одном камне надо было вытесать две ниши с перегородкой между ними. Во время принятия сего решения, князь и княгиня облачились в монашеские ризы. Петр в иночестве стал Давыдом, а Феврония – Еуфросинией. Затем они в один день умерли, 25 июня по старому стилю. Люди хотели похоронить их раздельно. Петра внутри града возле соборной церкви Пречистой Богородицы, а Февронии вне града в женском монастыре у церкви воздвижения честного и животворящего креста. Говоря, что как-то неудобно двоих монашеского чина в одном гробе класть. И вот сделали им два разных гроба и положили тела в те гробы и отнесли в разные церкви. А единый каменный гроб оставили в храме Пречистой Богородицы, что внутри града. Наутро же люди пошли в церкви и увидели, что отдельные гробы пусты, а тело Февронии, положенное вне града в женском монастыре, оказалось в общем гробе в храме Пречистой Богородицы, внутри града. Там же в общем гробе лежало и тело Петра. Люди снова переложили их в отдельные гробы, но через день покойники опять лежали в гробу общим. Так их и оставили как есть, не смея прикоснуться. Вот такова письменная повесть о Петре и Февронии. Существует также в разных вариантах устное предание о Петре и Февронии, оказывающееся на проверку переделкой повести. Впрочем, не всегда. Весьма любопытное предание, записанное в родном селе Февронии, деревне Ласкове, Рязанской области. Тамошняя молва, ну, в 20-м, в начале 20-го века, когда там фольклористы побывали, молва тогда не знала уже имени князя, просто муромский князь. И начинается рассказ с прибытия больного князя Власкова, то есть без самого интересного, без предыстории со змеем. Но это как раз и логично, ведь предание это местное, и в памяти крестьян просто отложилось то, чему они были свидетелями. Они не были свидетелями предшествующей истории в Муроме. А Феврония, согласно местным народным представлениям, еще начала 20-го века, слыла дурочкой, то есть юродивой. И над ней смеялись, а потом уже после ее отъезда стали чтить за святую. И, дескать, Феврония, вернее, как ее там называют, святая Хаврония, продолжает незримо посещать Власкова. Еще, по местному преданию, Феврония сказала князю, что тот увезет ее на санях. И хотя было лето, выпал снег, и князь таки вез ее на санях, причем снег сразу таял под полозьями. В начале 20-х годов прошлого века селяне показывали ореховый куст, под которым якобы молилась Феврония, когда жила в деревне. И показывали там же несколько ямок. По одним рассказам от коленей, по другим это были следы ног, рук и лба. И, дескать, трава в том месте не росла. А согласно другой версии, куст был прежде, а потом на его месте поставили часовню. Деревня Ласкова Рязанской области сгорела в 2010 году, и для погорельцев государство построило новые дома. Жителей, однако, немного. Впрочем, местная церковь привлекает молодоженов, ибо Петра и Февронию сейчас почитают как хранители брака. А раз в году тут проводят областной праздник, День семьи, любви и верности. Ведь удивительная повесть о Петре и Февронии в популярном изложении сократилась до формулы «князь женился на простолюдинке», они прожили неразлучную жизнь, а потом умерли в один день и были похоронены тоже вместе. Мощи их лежат в раке в Муромском Троицком женском монастыре, куда их перенесли в 1992 году из соборного храма Благовещенского мужского монастыря. А часть мощей находится в Москве в храме Вознесения Господня на Большой Никитской. Множество вопросов, возникших при знакомстве с повестью и преданием, не дают мне покоя. Например, почему трава не росла на месте, связанном с Феврониям? Почему князь, прибыв к ней в дом, общался с нею не иначе, как через посредников? Каков был состав жидкости, который брызнул на Петра, умирающий зми? И что за болезнь была вызвана ею? Что такое кисляжить? Куда девалось потом тело змеи и чудесный Агриков меч? И где-то на дне сознания вертится еще один вопрос. Ведь свидетелями убийства змея были, вероятно, только трое. Князь Петр, его сноха и сам змеи. Было трое, в живых осталось двое. А змеи, как мы знаем, мог принимать любое обличие. До новых встреч в новых выпусках в гостях у тайны.